Я приветствую всех трейдеров, с вами Аркадий Романович. Сегодня мы учимся торговать прибыльно. Что есть торговать прибыльно? Понятно, что важна психология, понятно, что важно там соблюдать риски, money management, это все понятно. Но с чего начинается прибыльный трейдинг? Ведь вы сразу не можете, вот начиная торговать, установить себе определенные психологические, скажем так, навыки, точнее, привить прибыльного трейдера, быть дисциплинирован. Вы же не можете сразу, это требует месяцев, а может быть лет работы. Но что вы можете сделать сразу, практически сразу? Что вы можете сделать сразу, получив систему, или разработав систему, или найдя какую-то систему, неважно. Что вы можете сделать, вот, по истечении месяца, максимально быстро, или может быть даже быстрее? Что вы можете сделать? Что будет огромным вложением в ваш будущий успех? Есть варианты? Так вот, первое и самое главное, что вам нужно сделать, когда у вас есть определенный сигнал, вот возьмите один сигнал, определите для каких целей он, для коррекции, для пробоев, для разворотов, набить определенное количество скриншотов, и внимательно посмотреть на них, что делала цена, как вела себя цена, какие были условия на рынке, в результате которых цена шла в вашу сторону, после вашего входа в вашего сигнала. То есть, что объединяет все ваши прибыльные сделки, что общего между ними? И это очень четко можно видеть на скринах, либо просто бросив сделки на графике и отмотав налево. Как выглядят ситуации, которые приносили вам деньги? Вот сейчас я покажу, как это у вас выглядит. Возможно, вы что-то возьмете для себя и внедрите это в свой трейдинг, в свою торговлю. Итак, два сигнала сегодня. Первый сигнал, который у меня был на sell, это вот здесь точка входа в 14, точнее врус 14, 15-40 по Москве, автоматический сигнал, стопы 20 пунктов за сигналом, тейки первые на ретесте предыдущей структуры. И теперь вот здесь мы чуть больше внимания уделим. Вот мой сигнал. Что это за сигнал? Это автоматический сигнал, который мне рисует система, анализируя вот эти, секунду, вот эти параметры. Вот эти параметры. Вот здесь видите параметры, система их анализирует и говорит, Аркадий, у тебя здесь или там Андрей, или Сергей, или Анастасия, вот у вас здесь ПВСЛ-сигнал. Что вы будете делать? Сразу его торговать слепо. Или посмотрите на ряд обстоятельств, про то, что я говорил вам. Посмотрим на ряд обстоятельств, какие именно обстоятельства должны быть, которые обеспечивают максимальную прибыльность по этому сигналу. Какие именно? Обстоятельства номер один, тренд-фильтр красный. То есть, если я вижу СЭЛ, ПВСЛ, какая ассоциация? То есть, ПВСЛ, стройте вот таким образом. Ваш сигнал, в моем случае ПВСЛ, ПВСЛ расшифровывается фуллбэк, то есть, откат. Откат завершен, продавай, Аркадий. Дальше. Какая очередность событий? Логика какая? Куда смотреть? Смотрю на тренд-фильтр, он красный. Дальше. На что еще мы смотрим? Перед ПВСЛ должен быть новый минимум. То есть, рынок должен сформировать новый минимум. Вот у нас импульс вниз, мы пробили предыдущий уровень. Новый минимум есть? Да. И этих условий, в принципе, достаточно. Но чем трейдер опытнее, тем он может, скажем так, в моменте аккумулировать больше информации. И здесь есть еще одна важная деталь. Она, в принципе, свойственна всем хорошим. Коррекция. Это скорость коррекции. Видите, цена упала и тут же отскочила. Вот это хороший критерий тех коррекций, которые отрабатываются. То есть, рынок сделанного минимума. И вы знаете, порядка 10-15 свечей. То есть, рынок не ушел от... Знаете, бывает вот такое движение. Там рынок вот так делает. И это уже не коррекция, это разворот. Очень-очень часто. Есть ли разница? Импульс вниз. Вот это, скажем так, поведение цены. Импульс вниз тут же откат. Есть разница. Вот это и есть обстоятельства, которые делают ваш сигнал сильнее или слабее. Не сам сигнал. Не надо над ним работать. Вот есть сигнал. Обстоятельства решают трейдеры. И дальше мы уже начинаем добавлять менеджмент. Как только мы определились, какие обстоятельства дают нам плюс, то есть профит. И мы знаем, как они выглядят. И мы их, скажем так, выстроили в определенную логику. Первое, второе, третье, например. Это объективно. То есть мы можем это пощупать. Мы можем увидеть новый минимум. Да. Мы можем видеть тренд-фильтр красным. Да. Мы можем добавить ряд еще других условий. но если по минимуму этого в принципе хватит. И дальше начинается менеджмент. То есть если здесь вход, который мне состоялся здесь sell, стопы уходят куда? По правилам сигнала. За паттерн, то есть за PBSL и за вот эти точки. Точки волатильности. Это место, где мы ставим стопы по нашим правилам. Здесь стоп. Первый тейк на ретесте структуры. То есть мы идем логическим, скажем так, путем, потому что рынок может прийти протестировать и легко отскочить отсюда. Поэтому первая зона, с которой столкнется цена, здесь логично. Это абсолютно вход. После входа что мы можем сделать? Скриншот этой ситуации. Таких 10, 20, 30. Вам потребуется не так много времени. Месяц-два, чтобы уже иметь базу, реальную базу, состоящую из ситуации, обстоятельств, которые делают ваш сигнал мощным. И в итоге это приносит деньги. Следующий сигнал, который был здесь, вот в этой точке. Сел сигнал 1806 по золоту. Сегодня половина пятого по Москве. Что здесь такого, что есть сел? Ведь уровни слева никакого нет, ничего нет. один из самых сильных сигналов на коррекции, с которым мне приходилось встречаться, это ситуация, когда рынок сделал новый минимум, новый минимум, затем цена скорректировалась, мой тренд-фильтр красный, то есть я начинаю описывать обстоятельства. И затем я вижу на коррекции после, скажем, 10 свечей роста я вижу огромную восходящую свечу против тренда. И нередко эта свеча кульминация коррекции дает возможность войти просто идеальными с трейдерами. В последнее время много разбирали этот сигнал, у нас есть определенные фишки, которые позволяют уточнить, почему именно здесь и так далее. Сейчас я постараюсь дать вам такую общую информацию. И сел сразу можно стать микро-100, потому что если рынок не увидит, то смысла нет в сделке. Но здесь я пожадничал, ждал ниже цены как минимум до этой структуры. И дошел, я вышел по нулям. Но тем не менее, даже если я здесь продаю у меня, скажем, стоп 10 пунктов, то 1 к 4 уже вот здесь. 1 к 4, вы представляете, 1 к 4 за какие-то там, не знаю, 10 минут. А если риск 100 долларов, 400 долларов профита вот на этой, на этой дистанции, но я пожадничал и по факту здесь ничего не заработал. Но здесь хороший профит. Можно было еще больше взять. Но каждый дурачок, каждый дурачок так может говорить. Давайте посмотрим вчерашний день. Очень похоже, вчера были истории. Sell, сигнал, PBSL, сигнал на коррекциях, новый минимум, вместе со мной, да, или нет, Коррекция быстрая, посмотрите, без пауз, да, или нет, трамфильтра красный, да, или нет, да, PBSL, sell сигнал, стоп, здесь. Видеоранок немножко подоптался, и потом, посмотрите, как провалился. при том, что здесь мы тоже пробили, тоже коррекция, но здесь очень долгая коррекция. Видите, после пробоя рынок что-то завис. Такие сигналы достаточно сложно торговать, но мы увидим, после PBSL, очередного, это уже второй, PBSL, два вчера, два сегодня, PBSL рынок обвалился, но время, да, ну, как довольно, в принципе, 19.30 не так поздно, но хочу обратить внимание на то, что этот сигнал в таких довольно сложных визуальных условиях, да, он потом упал, но это не имеет значения. Вот этот намного чище, идеальный и легче торговать мне, чем вот этот сигнал. Понимаете, да? Еще раз, каждый дурачок может сказать, ху, как мы упали, круто и так далее. Как бы ты смотрел на это в реальном времени? В общем, трейдеры, надеюсь, это видео для вас было экстремально полезным. Если так, ставьте лайк, хотите торговать, по моим системам, добро пожаловать, вся нужная вам информация находится под этим видео, изучайте на сайте, задавайте вопросы, ну и подключайтесь к нашему сообществу, чтобы торговать дисциплинированно, последовательно, ну и, конечно, знать, откуда приходят прибыльные сделки и участвовать в них. Все, пока и до связи. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,